Вы находитесь на нашем интернет-ресурсе, на котором мы помогаем людям поставить точку в алкоголизме. Это видео нас побудило снять такая мысль, как постоянные вопросы от наших посетителей и от наших заказчиков, которые перед тем, как заказать, очень сильно сомневаются в том, эффективно ли, действенно ли и так далее и тому подобное. То есть есть какие-то вопросы, на которые мы бы хотели в этом видео вам помочь ответить, чтобы вы их нам не задавали, не писали нам письма. А сразу уже, несмотря на то, что вы уже смотрите это видео, вы получали уже те ответы, на которые, возможно, у вас появились вопросы. Итак, вопрос номер один, который мы выписали себе, те вопросы, которые чаще всего встречаются нам, когда нам люди звонят или просто пишут. Мы их выписали и попробуем сейчас вам ответить. Итак, первый вопрос, работает ли данное средство? Работает. Для этого достаточно, чтобы убедиться купить хотя бы одну пачку, начать ее применять у себя, в семье или где там, и вы уже увидите последствия. Если их нет, то это значит, что не работает. По всяком случае риск в 200 или сколько там гривен сейчас там на сайте, 250, не имея такого сильного риска или такого, чего-либо такого критического, скажем так. Так, безопасно ли оно? Абсолютно безопасно. Понятие, как передозировка, вообще отсутствует. Это съедобный грипп, у которого есть просто такая особенность. Не сопротивляться попаданию в организм алкоголю. Вот чего мы, в принципе, добиваемся. Почему курс из 10 пачек? Очень многие спрашивают, почему не из 5 или не из 2? Ну, во-первых, смотрите, одной пачки хватает в среднем на 20 дней, поэтому если человек купит полный курс, предположим 10, то у него будет 200 дней. А 200 дней это больше, чем полгода, согласитесь. За полгода любой человек при попытке выпить, получая дискомфорт, по-любому, наверное, уже начнет задумываться, что, наверное, алкоголь это не мое. Поэтому как бы 10, это 10 среднестатистическое. Некоторым хватало и 2, когда человек сразу понимал, что-то тут не то, ему не нравились ощущения, которые у него появляются после того, когда он принимает алкоголь и когда он, вернее, пытается совместить алкоголь и этот грипп. Так, что там еще? Какие бывают противопоказания? Личная или индивидуальная непереносимость грибов? Ну, то есть есть такие люди, которым ни яда, ни грибов, и при ихнем запахе им становится плохо. Только так. Почему нет в аптеках? Ну, тут, ребята, как вам сказать? Есть один скользкий момент. Вообще, это не медицинский препарат, как само по себе. Это пищевая добавка, у которой есть такие свойства, как я уже говорил. А если вы очень хотите купить это в аптеках, есть у нас в Киеве, есть у нас еще в одном месте. Но проблема не в этом. Проблема в том, что любая аптека – это очень серьезный посредник между нами и вами. Если вы хотите результат, то это к нам. Если вы хотите поймать хорошую цену, это туда. Есть ли сертификат? У нас есть гигиенические заключения. Мы можем вам его выслать, если очень хочется. На этом основные вопросы, в принципе, заканчиваются. Дальше есть основные ошибки при применении данного гриба. Тут очень интересно. Я даю, когда он выпивает. Так нам звонила одна наша, как это правильно сказать, пациентка. Или не пациентка. Один из наших покупателей звонил и говорил, что вот он делает так. Ну, я скажу так, это неправильно. Нужно давать. Начали, значит, даем. А не ждем. Ага, вот он начал выпивать. Ага, даем гриб. Нет, это неправильно. Гриб имеет свойство накапливаться. И чем дальше, скажем так, будет процесс применения, тем больше накопления, тем быстрее наступает реакция. То есть надо, начали давать, значит, даем. А не так, ждем, когда он выпьет, тогда даем. Это неправильно. Так. Мы решили с мужем попробовать. Я так понимаю, кто-то из них пьющий. Это неправильно. Самый лучший результат, это когда происходит анонимное применение. Сейчас разжую почему. Очень доступно. Если человек знает, что если из пищи исключить данную добавку, то это означает, что подождав недельку, из организма выйдет все накопление этого дела, и можно будет снова пить. Это называется неправильно. Сто пудов неправильно. Правильно, это когда человек не знает, и при попытке выпить ему дискомфорт. Вот тогда наступает в голове какое-то мышление, которое позволяет человеку сказать, все, я, наверное, уже допился, мне нельзя. Теперь жалость. Ой, это очень уникальный момент. Было такое дело. Звонила нам одна женщина и говорила, я не вижу, что он пьет, но он постоянно жалуется на головную боль. Ему плохо. Он ходит весь подавленный. Ну как, я этой женщине пытался объяснить, что ваш близкий вам человек, которого вы даете в виду этот гриб, он не пьет при вас. Он вас еще уважает достаточно, еще не сильно, так сказать, опустился, чтобы уже так наглостью набраться. Возможно, это его мать была, я не знаю. Но ситуация в том, что он где-то за углами напивается, а потом приходит, а он же в пищу поступает ему в организм, а вот ну никак ему не дается. Ну что ты сделаешь? Ну вот такая ситуация. И вот она из жалости, был момент, перестала ему давать в пищу этот гриб. Потом она поняла, что это неправильно и решила, что надо как-то это дело восстанавливаться. И с нами созвонилась, сказал, я больше не буду жалеть и так далее. Это правильно, потому что, ну как это, когда он водку пьет, нам его не жалко, когда ему плохо, чтобы он бросил пить, нам его жалко. Это неправильное понятие. Теперь, я не видела эффекта, но он не пьет. Интересный момент, дай бог, чтобы у многих он так и был, чтобы вы не видели, как воздействует гриб на человеческий организм, а ну он не пьет. Это хороший результат по сути, но вот она нервничает, что она не видела, как она работает. Скорее всего, было так. Где-то дома он не пьет при ней, но поев дома, он ушел или она, неважно кто. Там где-то ему накачали, там ему стало плохо, он пересидел в какой-то момент и пришел домой весь в состоянии стресса, что что это было. Жене не рассказывает, потому что скажет, все, ты больше не пьешь. Ну, естественно, он не будет жаловаться, но на всякий случай. Значит, у него, так сказать, болевой порог очень низок, и ему хватило. В принципе, она, кстати, заказала всего лишь одну пачку. Вторая у нее на всякий случай дома лежит, как она нам сказала, звонила, созванивала с нами, разговаривала. Так, так что дай бог, чтобы у каждого были такие проблемы. Так, я готовлю для него отдельно. Это тоже неправильно. Как мы уже говорили, гриб этот пищевой обычный. Его можно есть всем, ну, кроме детей до 12 лет. Это не рекомендуется нашим Минздравом. А готовить ему отдельно, это первое, так сказать, что может заметить муж, что он ест с отдельной кастрюлей. И это может его насторожить. Скажет, что вы меня, по-моему, травите. Это неправильно. Правильно, когда приготовили для всех, добавили это как приправу, предположим. И все поели, и вдруг одному плохо, потому что он выпил. Ну, ты же выпил, вот тебе и плохо. А он будет говорить, ну, я же выпил, мне должно быть хорошо. Ну, значит, раньше было хорошо. А сейчас ты допился, и тебе будет плохо. Поэтому, наверное, что-то пора менять в этой жизни. Ну, нам так кажется, это можно так обыграть или, скажем так, это объяснить человеку. Что мы же едим нормально, а тебе плохо. Ну, чего это вдруг? Как бы вот. На этом, в принципе, все основные вопросы, которые мы хотели выделить в этом видео, закончились. Делайте выводы, думайте, принимайте какие-то решения. И будьте здоровы, берегите себя, это несложно. До свидания.